Российское вмешательство в планы военных учений Логотип Российское вмешательство в планы военных учений Швеция Флотилия шведских многоцелевых военных самолетов По приглашению военного командования США примет нынешней весной участие в трехсторонних учениях на Балтике в составе НАТО, Финляндия, Швеция Об этом сообщила в пятницу газета Газета Пишет о том, что МИД Швеции пообещал российскому послу в Швеции Виктору Татаринцеву, что шведские самолеты не будут в ходе этих маневров садиться на военные базы НАТО в Эстонии, как и самолеты Финляндии Об этом говорится в опубликованном в газете документе МИД Швеции, где также обсуждаются планы поездки в Москву генерального секретаря МИД Карин Сидер Обещание было дано Виктору Татаринцеву после встречи с Карин Сидер Информация заставила главнокомандующего шведских вооруженных сил сверх Кира Арансона заявить в новостной программе 4 канала, что вооруженные силы сами будут выбирать, с кем и на каких условиях им проводить учения Я не думаю, что кто-либо в Швеции, ни правительство, ни Риксдак, парламент, примечания Ред, ни Минобороны, могут согласиться с тем, что посторонние будут распоряжаться нашими методами сотрудничества, подчеркнул Иоран Сон Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрим направила газете Экспрессен МИД лишь был информирован о проведении этих учений И не имеет каких-либо суждений, о том, как они будут проводиться Сказано в письме МИД-газете, где также добавляется, что все вопросы по форме проведения маневров должны задаваться вооруженным силам и Министерству обороны По заявлению неназванных правительственных источников газеты Экспрессен Речь может идти о нарушении главой МИД правила, запрещающего министру вмешиваться в дело государственных ведомств и структур МИД также предъявляет обвинение, что он пошел на поводу у российских требований В ходе трехсторонних учений, которые состоятся в марте и апреле, предполагается отработка совместных действий летчиков НАТО, Финляндии и Швеции, имеющих принципиально разные системы и самолеты Учения связывают с повышенной российской военной активностью на Балтике Предполагается, что центральную роль в маневрах займет бывшая советская военная база, аэродром НАТО в Эстонии, Эмари, куда будут садиться американские F-16 Три разных типа военных самолетов делают это учение чрезвычайно сложными С отработкой наступательных и оборонных боевых действий, заявил, в этой связи, командующий ВВС о Швеции Микаэль Будин в интервью По его словам, он не видит ничего странного или противоречивого в этих учениях Не в том, что они проводятся совместно с американскими ВВС, не в выборе времени их проведения Пресс-секретарь штаба вооруженных сил Швеции Симон Саймон заявил, что в ходе запланированных учений посадки шведских самолетов в Эстонии и не предусматривались Все донесенные через МИД до посла информация об учениях Обычная процедура Оригинал публикации Сфер Аджз Радио Опубликовано 16 февраля 2015 года 13.13